Привет, меня зовут Олег. Рад видеть вас на канале Яркого Автомаркета. А сегодня мы приехали все в каблепор, чтобы снять обзор объектива Nikon Z14-24. Разберем его эргономику, органы управления, функции и возможности. Ну и, конечно, проверим его в действии, в условиях питерской такой дождливой погоды. В общем, смотрите, увидите все сами. Ну что, посмотрим поближе на героя нашего обзора. Я напомню, что это сверхкомпактный, сверхширокоугольный объектив от полнокадровой камеры Nikon Z. Ну, наверное, так он выглядит не очень компактно, но на самом деле это просто на пестаблента, которая легко снимается. И вот так объектив выглядит гораздо меньше. По размерам он сравним с 24-72,8. В общем, гораздо меньше по размеру и весу, чем 14-24 под зеркальные камеры Nikon. Весит он 650 граммов, что примерно на 30% меньше его зеркального аналога. В комплекте к нему идут две бленды. Одна вот такая вот, большая, с огромной крышкой и с такими большими лепестками. Особенность этой бленды в том, что на ней есть резьба. И благодаря ней теперь на этот объектив можно установить фильтры под диаметр 112 мм. Ну, то есть, можно снимать, например, с поляриком. Правда, для обзора нам его найти не удалось. И страшно представить, сколько может стоить такой полярик. Кроме этого, есть более компактный вариант бленды, где фильтры не предусмотрены. Но зато такой объектив уже легко поместится в сумку. И вот так он выглядит, пожалуй, действительно компактно. Ну, есть небольшая встроенная бленда, можно сказать, что это третья бленда, которая очень маленькая. Все равно видно, что лепестки здесь тоже присутствуют. Не пытайтесь снимать эти бленды силой. На них есть специальные кнопочки, которые нужно нажать. Тогда бленда снимается легко и просто. У объектива для зеркальных камер Nikon 14-24 была такая огромная передняя линза, которая не позволяла установить никакой фильтр. Здесь же, благодаря вот этой новой бленде и компактному дизайну, фотограф может установить внешний фильтр без приобретения каких-то дополнительных аксессуаров. То есть в комплекте уже все для этого есть. Осталось просто купить этот фильтр, полярик, например, или защитный фильтр, и прямо на эту бленду его поставить. Ну и, кстати, снимать этот фильтр тоже очень просто. Это можно делать прямо вместе с блендой. Кроме установки фильтров на переднюю линзу, благодаря новой большой бленде, фильтры можно ставить и вот в этом месте. Здесь вот есть специальный слот, куда можно устанавливать, например, цветные гелевые фильтры. У объектива продвинутая эргономика. Здесь появилось третье программируемое колечко. По умолчанию на нем висит диафрагма. Еще одно кольцо. Это как обычно изменение фокусного расстояния. И последнее колечко — это фокус. На объективе есть две кнопки. Одна из них программируемая. По умолчанию это блокировка экспозиции. И вот эта кнопка меняет отображение дисплейчика. На объективе есть небольшой ауэлект-экран, который может выводить дистанцию фокусировки, фокусное расстояние объектива или, например, установленную диафрагму. На мой взгляд, очень удобно. Мне очень понравилось вот это вот третье функциональное колечко, которое можно настроить. По умолчанию оно настроено на диафрагму, но мне понравилась коррекция экспозиции. То есть я снимаю в режиме приоритета, и вот этим колечком я как бы регулирую экспозицию. То есть очень легко и просто могу сделать изображение светлее или темнее. Очень необычные предметные фотографии получаются, потому что 14 миллиметров это, конечно, дикие перспективные искажения. И если для портрета это было бы странно, то вот предметка позволяет получать такие необычные кадры с непропорциональными объектами, вытянутыми по всем возможным направлениям. Ну и, по-моему, это круто. Хотя иногда это и для портретов используется, если вы хотите снять, например, карикатуру. С животными прикольно работают такие объективы. Кстати, на этих фотографиях можно оценить боке. Интересно было поснимать на полностью открытой диафрагме. Сейчас попробуем не на 14, а на 24 миллиметра. Ну, несмотря на то, что объектив, конечно, не портретный, благодаря высокой светостиле эффект размытия здесь присутствует. Если снимать какие-то близко расположенные объекты, то прям размытие получается. Видно, что шарики на заднем фоне круглой формы, без острых краев. Боке, на мой взгляд, довольно приятное у этого объектива. Перспектива просто как будто она прям в душу проникает. Вот эти вот тантакли, я не знаю, как это назвать. Главное правило при архитектурной съемке — не наклонять объектив вверх или вниз. Потому что дисторсии здесь, конечно, нет, а вот перспективные искажения никуда не денутся. Если не хотите, чтобы ваши стены и колонны заваливались к центру кадра, держите объектив параллельно полу. Наклонный дисплей позволяет вам не ползать по полу. Можно просто опустить камеру пониже. Ну что, настало время поснимать какие-то живые пейзажи, и у нас такое серое скучное небо, которое, конечно, не очень подходит для съемки живописных видов. Но, с другой стороны, это лучший вариант, чтобы протестировать объектив на виньетирование. Все ширики виньетируют, везде присутствует затемнение по краям. Давайте попробуем поснимать на 14 мм на диафрагме 2.8. Конечно, пейзажи на 2.8 никто не снимает, но мы сделаем это чисто в целях теста. У нас есть такой живописный вид на вантовый мост. Попробуем, сделаем пару кадров. Диафрагма 2.8. Да, видно, что немного затемнения по краям, конечно, есть, но если учесть, что это 14 мм, то вполне себе приемлемая картинка. Попробуем закрыть до 4. На 4 уже, на 4 гораздо лучше. Ну, и я думаю, что где-то с 5.6. 5.6 и вот 8. В общем, начиная с 5.6 на диафрагме 8.11 уже никакого виньетирования практически незаметно. Я считаю, что для сверхширокоугольного объектива результат очень хороший. Давайте посмотрим, что будет на фокусном расстоянии 24 мм. Сделаем тоже несколько кадров 2.8, 4, 5.6, 8, ну и 11 до кучи. Давайте попробуем еще поснимаем что-нибудь. Что-нибудь. Севкабельпорт, такое очень эклектичное пространство, где много прямых линий, красивая архитектура. Здесь можно развернуться, есть на что обратить внимание. У объектива потрясающая геометрия. За это отвечают 16 элементов в 11 группах. Из них три асферических линзы, которые обеспечивают минимальные дисторсии, минимальные искажения. Давайте посмотрим, какую картинку объектив дает на разных фокусных расстояниях. Для начала протестируем его на 14 мм. Ну, как вы понимаете, диафрагма здесь не влияет на искажения, поэтому просто поставим восьмерку, чтобы получить максимальную глубину резкости. И посмотрите, это просто невероятно. То есть для того, чтобы оценить дисторсию, нужно посмотреть на вертикальные линии, которые расположены вдоль краев кадра. Они остаются идеально ровными. Обычно у сверхширокоугольных объективов прямые линии закругляются и становятся похожи на бочку. Так называемая бочкообразная дисторсия. При увеличении фокусного расстояния она часто выгибается в обратную сторону, и получается подушкообразная дисторсия. У этого объектива даже на самом маленьком фокусном расстоянии на 14 мм дисторсии практически отсутствует. Вот, смотрите, сейчас попробуем. Да, вот на этих колоннах хотя бы. Вот так. Практически идеальная картинка. Честно, я не ожидал такого от 14 мм. Когда берешь такой объектив, всегда ты психологически уже готов к тому, что будет вот это вот. Такие вот скобки по краям изображения. Здесь их нет. Но это у нас в камере включена автоматическая коррекция дисторсии. Давайте попробуем ее отключить и посмотреть, как у нас изменится картинка. Ну, ладно. Минимальные искажения действительно вот так появляются. Но я думаю, что их будет видно только в условиях вот такого специальной тестовой съемки, как у нас сейчас при съемке пейзажей, где нету ровных линий и прямых лов, вы точно этого не заметите. Так, сравним на 24 мм. Ну, точно так же есть еле-еле заметный изгиб вовнутрь. То есть подушка образная дисторсия. Но вот если я подношу к уголку кадра, то здесь вот еле-еле заметно, что чуть-чуть оно выгибается. Попробуем теперь точно так же отключим автоматическое управление искажениями. А здесь, кстати, разница еще меньше. Очень хороший результат по искажению. Думаю, что в этом плане, возможно, это вообще один из лучших объективов, не только у Nikon. К сожалению, стены, которые заваливаются к центру кадра при съемке вот в таком вертикальном положении, никак не убрать. И заваливаются они вообще не из-за дисторсии. Это перспективные искажения. И они присутствуют в любом случае независимо от объектива. Есть только один выход. Это тел-шифт оптика. Объектив, который может вот так вот сдвигаться вверх или вниз. Вот им можно захватить и крышу, и при этом избежать перспективных искажений. Хочу показать вам, как дисторсии выглядят на видео. Особенно это будет классно, если мы снимем вот такое вот фонармирование объективом, и вы увидите, как картинка прям меняется вживую. Самое главное здесь четко выставить уровень, но для этого нам пригодится функция электронного горизонта. Давайте посмотрим, что получится. В схеме объектива присутствуют четыре низкодисперсионных элемента, которые позволяют избежать хроматических аберраций. Ну, если вы не знаете, это такие тонкие цветные каемки, которые появляются на границах темных объектов. Классический пример — это ветви дерева на фоне светлого неба. Светлое небо, ветви дерева. Проверяем. Попробуем тоже на нескольких значениях диафрагмы, потому что хроматизм зависит. И знаете, что даже на диафрагме 2.8 нет даже намека на хроматизм, нет даже намека на аберрации. Посмотрите сами. Независимо от фокусного расстояния диафрагмы, картинка идеальная. Ну и куда же без теста на резкость? Попробуем снять какую-нибудь мелкую текстуру на трех разных фокусных расстояниях и на разных значениях диафрагмы. Посмотрим, что получается. Так, начнем с 14 миллиметров. Диафрагма 2.8. 4. 5.6. 8. 11. Фокусное расстояние 18. 2.8. 4. 5.6. 8. 11. И на 24 миллиметрах те же самые фотографии. Мы, кстати, все в кабель, все в кабель-порту. Здесь какие-то необычные инсталляции. Я даже не знаю, что это за штука. Выглядит очень необычно. Похоже на огромную катушку Tesla. Я даже не знаю, можно ли к ней подходить. Вдруг меня сейчас током убьет, смотрите. Мне кажется, этот объектив как раз отлично подойдет для съемки таких вот футуристичных объектов. Он позволит их исказить и тем самым сделать еще более необычными и странными. 14 миллиметров просто то, что нужно. С непривычки все время хочется вот так вот задырять голову наверх. Все время забываю, что это Nikon Z7, а у него наклонный экран, который я могу сделать вот так вот и снимать с обычного удобного для себя ракурса. С шириком все становится эпичнее. Ты сам превращаешься в такого маленького муравья, которого окружают огромные здания невероятных размеров. Пространство вокруг увеличивается. Оно вот так вот растягивается вокруг себя, и ты как будто находишься в центре, я не знаю, черной дыры, которые вот так вот стягиваются, силовые линии. Я вообще снимаю портреты в основном, и для меня это очень необычный и непривычный эффект. Я бы, конечно, хотел попробовать поснимать еще людей с этим объективом. Я понимаю, что, скорее всего, получится, наверное, карикатуры какие-то, но это, я думаю, это было бы интересно. Ну, если посмотреть на то, что он делает с геометрией зданий, страшно представить, что будет с людьми. На мой взгляд, объектив получился хороший. Я вообще в основном снимаю портреты, и для меня это было в новинку. Но что в итоге? Оказывается, что получился сверхширокоугольный объектив с минимальными искажениями, с минимальной дисторсией. У него практически полностью отсутствуют хроматические аберрации. Есть небольшое винетирование, которое полностью исчезает, когда мы закроем диафрагму до 5, 6 или 8. Объектив получился недешевый, но, на мой взгляд, он полностью оправдывает свою стоимость. Надеюсь, наш обзор вам понравился. Следите за новыми роликами на канале Яркого Фотомаркета. Подписывайтесь на колокольчик, ставьте комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok